Аплодисменты Для начала Для начала Просили Тут есть новые песни, которые Никто никогда не слышал А я, если можно Хочу, чтобы просили Три человека Спеть песни, написать позавчера Потому что я несмотря на возраст Я как-то пытаюсь ничего такого колянуть А тут, вот, у меня сейчас был в городе Саратове Неделю назад И там, одна местная дама Доцент, кандидат Исторических наук Написала книжку Не больше, не меньше Толстую монографию Это называется Образы Петровской эпохи Всех как и песен Александра Городницкого Научные исследования А сейчас она пишет докторскую Ресуртацию Которая называется Значит, в истории России Восемнадцатом веке В стихах и пьесах Барна второй половины двадцатого Там я Куджава Но там я Большое место у него занимаю Там Петр Третий Что хотите Но я в связи с этим Я вот Мы с ней там беседовали Что-то сейчас И вообще В этой беседе Она сказала Очень интересную идею Она говорит Посмотрите Петра Первого Не любил народ Потому что Вот если Когда царя любили То У себя появлялись Самозванцы Обычно Появлялись По-увиенным царям Уже Дмитрий Самозванец Да Вот Потом Петр Третий Самозванец Да Даже вот Эта великая Княгиня Анастасия Ликтова Которая Якобы Избернула Большевистская Расправа В Екатеринбурге Да Все время Ходили легенду О том Что на самом деле Он спас Святого Палача И вот А пропитали Все наоборот Считали Что царь подменен Еще Когда он поехал Значит Там Значит Вот В Голландию И так далее Что якобы Его там подменили И отправил Россию Антихрист Это такая устойчивая Легенда Кстати сказать И что убил Своего сына Царевича Святого Задушили подушкой И так далее Вот И вот Такая Простая Песня На священии Говорил На обед Будто В царстве Где Сеснарстве Соседнем Где Холодная Вечерняя Заря Подменили Немцы Нашего Царя Где Холодная Вечерняя Заря Подменили Немцы Нашего Царя И В палате Государевой Тронтой Заря Самозванец Тут сидит Подвиненный Подвиненный Нами Правит На Руси ere Подвиненный Нами Правит На Руси acerca У него простолитина ручищей, От него родит всегда табачищем. Вели отчаясь себя на западный манер, Словом ранным он приказывает хер. Вели отчаясь себя на западный манер, Словом матерным приказывает хер. И живем мы все теперь, как в тумане, При антихристовом этом обмане. Кто сумеет нам сегодня дать ответ, То ли русские мы нынче, то ли нет. Кто сегодня нам сумеет дать ответ, То ли русские мы нынче, то ли нет. Когда батюшка поведал намек, Дескать, царстве, государстве соседнем, Там, где солнце закатилось за моря, Подменили немцы нашего царя. Там, где солнце закатилось за моря, Подменили немцы нашего царя. Не ищите в этой книжке, его нет. У меня просто не было бывать, я не писал. Ага, сейчас не помню, от руки. Так, что позавчера. Так. Видим, дальше. Индийский океан. В 84-й год, только начавшийся, Новый Батт, нас встречали в Маттавидах, Вругвая, потом были какие-то шторма, Потом обогнув мыс Доброй Надежды, И вот самую южную оконечность, мыс Игольный, На вышел обманчивый, тихий индийский океан. Была ночная вахта, и такая получилась песня. Дождь света, рискул голубым, Наверзающим диском, Вдоль полу на горошке, Незбежно корабли плывет. Мы плывем на восток, Голубым океаном, Вдоль тропическим парком, Благословим лошадь. Пусть напомнив про дом, Довыняют меня телеграммы, Пусть за драме в столовой, Как и в нем справляют друзья. Если в дом моем разыграется Новый Драм, В этой драме, наверное, Не будут участвовать я. Луч благородный сонный Кружится на темном экране, А от тебя в стороне, В собственной жизни вдали. Я плыву, весомый, В индийском ночном океане, Навсегда оторвавшись От сковных стужей земли. Завтра в субы океана Поднимется солнце на оси, Для тебя доносят Крупнию за послалую весть. Здесь жемчужие навалом, Как в песне «Динской гости». И алмазы в пещерах, Конечно же, Тоже бесчестью можно. Пусть последний мой час Не гремит надо мной, когда надо, Пусть потом новоселы мое Обживают жилье. Я живу только раз, Мне без смерти даром не надо, О том, что без смерти То же, что небытие. Жаль потрудно моя, Что тебе не сделался близким. Слез на праздник тратит Азвучная без труда, Ты представь, будто я Глубым океаном индийским, О, давай опять бы никуда, Никуда, никуда. Жаль, как будто моя, Что тебе не сделался близким. Слез на праздник тратит Азвучная без труда, Ты представь, будто я Глубым океаном индийским, О, давай опять бы никуда, Никуда, никуда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Секретарение памяти Маяковского Этот баузер дамский в огромной руке этот выстрел что связан с секретом от которого эхо гудит вдалеке в назидание прочих поэтому от чего агитатор, трибун и герой в самого себя выстрел вдруг ты так брезгли во воды избегавший сырой и неевший немытый пруд может женщины этому были виной что сожгли твою душу и тело оплатившие самой высокой ценой неудачи своих агиттеров суть не в этом а в том, что врагами друзья с каждым новым становится часом что всю звонкую силу поэта нельзя отдавать атакующим глазам потому что стихи востребают террор богателый и воющий прессе потому что к штыгу приравняли перо и включили в систему репрессий свой последний гражданский ты выполнил долг зарядененных несадеев ты привел приговор в исполнение до а не задним числом как фадеев продолжается век обрывается день на высокой пронзительной ноте и ложится на дом маяковского тень от огромного дома напротив просили спеть тут три записки шесть того еще отделения песни Рахим хорошо я обещал все какие-то заявки давайте подбираю щеку круголь на чутейских узках не взгон я на снимок смотрю стасбор а на снимке двадцатый год над местечком клубится пыль обретает вишневый цвет мою маму зовут Рахим моей маме двенадцать лет под зеленым ковром тропы обретает вишневый цвет мою маму зовут Рахим моей маме двенадцать лет под зеленым ковром тропы мая мама теперь лежит ей защиты места увы ненадежный Давидов щит и никого из моих родных ненадежный ненадежный кто стареет в краях иных кто убитый лежит во рту ненадежный никого из моих родных ненадежный ненадежный кто стареет в краях иных кто убитый живет в краях ненадежный ненадежный мою внучку зовут Рахим мою внучку двенадцать лет пусть поет ей весенний хор пусть минует ее слеза и глядят на меня в упор У прогemed слово Rney опысти нам Господь грехи и детям указать мая ночь Мое ночь зовут Рахим мая ночь к 12 лет слез опыта Я дам Господь грехи, И детям не упасть не от бед, Моё внучку зовут Рахина, Моё внучка двенадцать лет. Есть стихи-то, стихи-то, стихи есть, а вот в этой книжечке, кстати, стихи можно, да, а вот где эта книжка Бакинская тетрадь? Давайте подпочитать. Есть, 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 тоже. И даже у меня есть тут подражание, есть. Седьмая, да? Сейчас. А, да-да-да. Седьмая странница есть такая. А, вот. Даже два стихи. Есенин читает стихи Герва. А Персия, хотя теперь и близко, но недоступна всё-таки. Увы. Вздыхает море, словно анталиска, под шёлковым покровом синевы. Балкон глаза опутала витая. В восточном стиле убран кабинет. Хозяина стихи свои читает ненадолго приехавший поэт. Печаль в глазах сменяется весенним. Он в кудрях весь, как в золотом венце. Свои следы оставила похмелье на пухлом по мальчишески лице. За окнами в пространстве в бледно-синем неярко разгорается звезда. Мимоза распускается в России. Такого не видишь никогда. И влага слоновато горько и пропитана густеющим гла. И слушатель с угонной гимнастёрки не шелохнётся в кресле у стола. Крутоголов, широкоплеч и грузин. Вселившийся в роскошный этот дом. Он по нутру не слишком близок к музе. Но должен знать, конечно, обо всём. Растопленные лукавые южане. Его зрачков зеленоватый лёд. Он первый секретарь в Азербайджане. Но это не падение, а взлёт. Кричит павлин во вслед строке звучащий. Плывёт над садом сумеречный дым. И море лузеритовая чаша. Накрыта небосводом голубым. Но для судьбы дороги нет окольной. На рубеже прозрачных полусфер. И одного уже заждался смольный. К другому время ехать конкретар. Волчья песня. 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 Я из каждой заявки выполняю одну песню, шесть, по три, по четыре, но хотелось бы, чтобы кто-то еще, а иначе мы не успели. Так, Сен-Жен-Вео-де-Боа, тут есть очень хорошая серия, в этом сериале «Опланты держат небо», на кладбище Сен-Жен-Вео-де-Боа «Дем-Девяносик подбывать», где лежит исчезнувшая Россия в Парижской земле. Меня совершенно потрясло, древчика этому виду, гвардей из-за полки, лежащая по рогу, по господрану, в памяти Галичу, Бунину, Италию, там вообще какая-то другая Россия лежит, я был потрясен, совершенно, и вот такая песня, там звучит такая песня, была пиздой этого. Сен-Жен-Вео-де-Боа 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 Сен-Жен-Вео Сен-Жен-Вео-де-Боа 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 А молитесь за них, моряки, Под водой соленый от горя, День в порядке горит смелой, Для похода в студеное море, Коробина сегонит кровь, Там грохочут салюты кривоя, И на морше тонут ветки, Это те, кто загорел вас собою, Помолитесь за них, моряки, Это те, кто загорел вас собою, Помолитесь за них, моряки. У меня позавчера помолились из Нейнград, То есть из Петербурга. И там сейчас открывают памятник Баррикан погибшим в полярных конвоях. И они попросили разрешение, Нам перестали, Вывесим ее строчку, Это ваши отцы и их деды, Помолитесь за них, моряки, Я спрашиваю, У меня большая честь, Если это все будет, Так что будем надеяться. Спасибо. На Маяковской площади в Москве На Маяковской площади в Москве Живёт моя далёкая подруга, В яркне гнездо смевает в юг, Звезда горит в вечерней синюет, Судьбы моей избилистой нить, Оборванная у этого порога, Насколько не упрашивая Бога, Нам наша жизнь не свидетель. На Маяковской площади в Москве С стремительностью близко к полёту, Спешит на утраме на работу, Морозный снег ввести на рога вверх, Наш странный затянувшийся роман, Подога многолетней катастрофе, Другим по вечерам варить и кофе, Смотреть за ними в утренний туман. Молчался, когда подводный аппарат Качается в убел с ним на ладони, Её печаль меня на тьме напомнит, И не скучно вылетит назад. Но в час, когда в затылок мне дыша, Беда ложится тяжестью напрячь, Меня от одиночества излечит Её непостоянная душа. В новой городской площади Москве, Затёмную, опущенную шторм, На стоянный свет горит, Который сияет мне, как путеводный свет, Пусть седина сбится на виске, Забудем про безрадостные были, Пога ещё про нас не позабыли, Давай, господи, наши посыдники. Пога ещё про нас не позабыли, Давай, господи, наши посыдники. Спасибо. 72-й год, перегод судов по трассе Северной морской пути, Острова и Гачи, Где предпостояли три линзины Ожидание лучем ледовой обстановки Королевых Новой Земли. Короткая полоса полярного ветра, Светение травы и цветы. Мелодия не моя, мелодию написал Актер Ленинградского театра Ленинского консолова «Вереховки», Ушивающая жизнь пару лет назад. Тени тундры. Молхах и травах тундры, Где под спунтом уходят лето, Быстрые секунды, Где лады, как каленая нога, Где с ним привычки нелегко идти. Темелого молока, Плывающего на тундры, Тем птицам, Пролетающей на тундры тени оленя, Что обеживает по тугле, Переконяет бежево в пути. И, если как-то, Разношусь, умерел, Звучаясь о земле, Будрях попросила рассказать о тундры. И лист бумаги белой я нашел. Темелого молока, лыгущего над тумрой тень птиц, Пролетающий над тумрой тень оленя, Что бежит по трубе и изобразил бы я карандашом. Потом, покончим с этим трудным делом, Оставим место, тромашек белым из кучи И закрасит его смело. Зелёной краской волосы для глаз, А после, выбрав кисточку потоньше, И осторожно краску взяв на кончик, Я синий был, раскрасил голодочек И хотел бы закончить рассказ. Я повторять готов, что очень трудно, Что в милом острове праздничный утро, День остров праздничный, Пока мы летим каждый день, Темелого молока, лыгущего над тумрой тень, Пролетающий над тумрой тень оленя, Чтоблю живут по трубе и изобразил бы я sprawил Тебя полный лакарь, левушая на ту третий, Пролетающая на ту третий, Оленя, штабы живут под укрепляем, На зиме сам спиной тень. Пускай лежат, я этих, этих забудуюсь. В память Юлии Кривина, к сожалению, я... Сейчас посмотрим. Если его... А, вот есть. У меня был друг, замечательный писатель, замечательный хирург, В этом случае Кривина. Сейчас, стоп, а это не Кривина, в память Юлии Кузова. Сейчас. Кривина раньше подруга. Раньше, да? Не выдохнили. Э-э-э-э... Тогда она не получится. Значит, я с вами пою. Да, нет. Нет, получится, я прошу прощения. А, ну да, 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 одну из них, конечно. Ну а не надо, давайте уже на французскую пасту. А мне не Танин, Снял Сенегалин, Не поля родных и леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, Я такие невидимы чреза. Ох, не славы, братцы, ох, не славы, Преслоны, мир царь и весла. Хор. Крокодилы, пальбы, ба-бамы, И жена французского посла. Дружней. Крокодилы, пальбы, ба-бамы, И жена французского посла. Хор. Крокодилы, пальбы, ба-бамы, И она по-русски не пига, Но как русско в груди ногая, Как нога высотлая нога. Не нужны тебе другие пары, Всю мне душу Африка свела. Хор. Крокодилы, пальмы, ба-бамы, И жена французского посла. Крокодилы, пальмы, ба-бамы, И жена французского посла. Крокодилы, братья и сестры, Что такое сделали со мной? Он все внесет, Один и тот же сниться, Широтой окраин и цветной, И в жаруе снова жили в власти. Все сжигает под меня голова, В нем постели распахнутая, Настяш и жена французского посла. В нем постели распахнутая, Настяш и жена французского посла. Аэропорт 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 За стеной Пали окрестные мокры, На столу вверх, Ни огня, ни чай. Ах, Аэропорт 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 Куда ехать не идти, В любом столетии, в любое время года. Разъединяют нас пути, Объединяют нас лихая непогода. О, как друг другу мы добрые, Когда вещин стоит распутиться на реках. Ох, постарелые два, На работе девятнадцатого лета. Ох, постарелые два, На работе девятнадцатого лета. Как общность в этом есть, Как языки нас связывают нити. Привыще чокается здесь, Поэс, как едика, гонимый и гонимый. Остались только парами, Белозозградная печаль на ночи лета. Ах, постарелые два, На работе девятнадцатого 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 лета. Динамерное, что-то есть, Надо посмотреть. А тут одни… Да, я там работал в пятьдесят семь-венадцатом году. А тут одни… А тут одни… Так. Вам не обращались, там на самом деле есть что-то полезное. Что-то полезное? Там эротип-петлотидовое уделение, базар-то есть, дизайнское промышленное содержание, мы там были, а пробовали это звездное. Толнах не там, там огромное место, что-то полезное. Полезное всегда есть, да? Полезное скопаемое там есть, но не в очень, не в очень больших полном объемах. Месторождения там, мне кажется, нету. Месторождение есть, я… Одну месторождение я открыл в семьдесят… Шестьдесят второго года, но это не там под эгаркой. Так. «Следование океане» – это стихи. Давайте крыть все-таки песен, то эту всю книжку можно прочитать. У нас осталось все две-три песни. Можете вас тропать? Давайте вас тропать, хорошо. Тогда я… Пахнет римом. Семей Вернется назад, Севастополь останется русским. Над карбою трескучных флаваней, В дерево лезть рактичные стали. Вдалеку будет последний поряд, Корабель рыбу тут оставив, И твердила, смотря на закат. И на берег покинуты русские, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Что цели наступающего, Снова нервы от туманных листа, Я ступаю в последний бельбок, Покидающий городскую пристань, И шепчу, я прищурив глаза, Не скрывая непрошенной грусти, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Спасибо. Спасибо. Я предложил извинения, Антон Зайдевок, что ты... То есть тут еще на два концерта, Отвели на следующий раз. Следующий раз будет 22-23 декабря. Два дня подряд, но уже в один день зрители повесились. Это первый раз такая штука. А в заключении мы хотим спеть одну Совсем новую песню, Которую ни в костюме не входит. В этом, причем песня, Плантописка, значит, Марина где-то есть, У нас замечательный врач, Который прямо отсюда попал В реанимацию, значит. 27-го, если не ошибаюсь, 28-го как раз, Да, именно 28-го, как сегодня. 28-го июня, Прямо отсюда меня отвезли, значит, В клинику, первый метод, В кардиологическое отделение, Где сразу забегали в реанимацию, Потому что у меня тут давление, Ну, в общем, были всякие проблемы, Давление было 40 на 80, И всякое такое. Вот. И, значит, И там, валяясь в реанимации, В очень черном состоянии, Я все-таки там поехал, 5-го июля, Он полетел на Горушетский фестиваль, С целью, как попытаться объединить Два враждовщика фестиваля. Из этого ничего не вышло. Но лежу на спине в реанимации, И я сочнил довольно бодрую песенку. Только там, только в реанимации, В первом медиере писать, да? Вот. Вот, мы сейчас ее споем. Называется «Споем ребятам вместе». Песню подхватили вы все, блин. Горит от переката Яркий свет заката И расколотся, видимо, пора. Споем те же, ребята, как пели мы когда-то У дырного походного костра Споем, ребята, вместе, забудь дурные вещи И молодость на помощь, призви Споем, ребята, вместе о доблести и чести Ваш юбиле о славе, о любви споем Споем, ребята, вместе о доблести и чести Ваш юбиле о славе, о любви Твичатые пивнухи, пират Сергой в ухе Из памяти не возвратятся вновь Затворницы, шлюги, девчонки, старуки Мы каждые благодарны за любовь споем Затворницы, шлюги, девчонки, старуки Мы каждые благодарны за любовь Споем, ребята, вместе про серый дым предмести Про с юности привычный неуют Споем, ребята, вместе, поскольку эти песни Обычно в одиночку не поют споем Споем, ребята, вместе, поскольку эти песни Обычно в одиночку не поют Споем, ребята, вместе, и в Питере, и в Бресте Мы пели эти песенки не раз Споем, ребята, вместе, поскольку эти песни Пока мы живы, связывают нас Спасибо! Спасибо! Аплодисменты! Спасибо! Перекаты 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 направлены в руках. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы надеемся в следующий встрече. Спасибо. Пошел сюда, все подпишись. Спасибо. Спасибо.